Сегодня я хотел поделиться коротко о том, что в нашем доме, какой формат нашего Дома Божьего, в котором мы находимся с вами, дорогие братья и сестры. В один из прошлых разов я встретился с народом, пришел, и я говорил о том, что можем ли мы назвать свой дом домом счастья. Вы знаете, есть разные дома в церкви, есть такие дома, как дом мрака и горя, где люди воздыхают, где они все время приходят лечиться. Есть дома, где критикуют, где говорят о негативных вещах, где трогают совесть, где есть осуждение, разделение, склоки, зависть, распри. И я говорю про церкви сегодня. Есть дома политики, где играет очень сильно в политика, большое значение занимает, престиж, известность. Есть дома страха, где люди боятся чего-то и называют страх смирением. Есть дома кухонного бога и меркантильной ментальности, где люди стремятся получить что-то от Господа. И в этих домах есть такая ментальность, такая культура. Есть дома больницы, где постоянно надо кого-то исцелять, постоянно кого-то врачевать. Все всегда больны, и Иисус это врач в белом халате. Но мы делаем какой дом сегодня, какой дом у нас. Я хочу зачитать это Божье слово. «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленными между юношами, в тени его, ее, люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мной – любовь». То есть Царь вел меня в дом пира. Я хочу, чтобы мой дом Божий, в котором я служу в церкви, это был дом пира. Я хочу, чтобы здесь не было скудости на столе. Я хочу, чтобы здесь не было такого жидкого слова, которым невозможно жить, которым невозможно выжить, которым невозможно пробедить гонение и трудности и страдания. Но дом пира – это где изобилие. И сегодня вот этот дом пира, мы создаем с вами эту культуру. Мы создаем с вами этот дом страданий, дом неверия, сомнений, скверны. Вы знаете, в некоторых церквях очень много скверны. Ты приезжаешь туда в церковь, и там этот в блуде, этот в порнографии, этот постоянно, все очень много скверны. И ты понимаешь, что там нет силы света, там нет силы целомудрия, силы истины Божьей. Потому что дом осквернен. И так не должно быть. Но в доме пира, в доме пира, там есть пища, которая делает людей сильными. И мы должны сегодня создать наши дома домами радости, домами пира. Дом Божий – это дом радости. И когда мы смотрим, например, Первой Церкви, в Деяниях Апостолов, я не буду много читать стихов, вам известны эти стихи, но обратите внимание на то, какая была особенная характеристика в Апостольской Церкви. Это то, что там было очень много радости. И написано в Деяниях 2 главе 46 стих 47. «Каждый день единодушно пребывали в храме». Вот невозможно каждый день пребывать там, где там печаль. Невозможно желать ходить туда каждый день, если там все время скорби. Но они единодушно пребывали в храме ежедневно, каждый день. Вот что туда влекло этих людей? Конечно же, то, что притягивает. И преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье. Посмотрите, принимая пищу в веселье. То есть я представляю, как они ломают этот хлеб, кормят друг друга и веселятся. То есть они принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых Церкви. Вы знаете, иногда делаешь своими руками такое напряжение, и ничего не получается. А иногда, когда Бог сам делает, только диву даешься, как это все получилось. Но мы сегодня не должны формировать свою Церковь через страдания, а формировать ее через Святой Дух. Вы понимаете, можно очень сильно попасть в такое искушение, когда ты не видишь себя со стороны, и когда наши дома уже дома печали. Ты приходишь в эту Церковь, там нету молитвы, нету радости. Ты не чувствуешь, что ты можешь здесь взрываться Духом. Но я хотел бы, чтобы наши дома, они были дома радости. И Писание говорит, что хваля Бога и находясь, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Как мы можем сделать свою Церковь домом счастья? Вы знаете, есть такой плод, один очень хороший. Это плод Духа, радость. И Писание говорит, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плод со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу поступают должны. И сегодня, что мы можем сделать, как мы можем создать, я на прошлом служении говорил уже об этом, как мы можем создать сегодня наш дом домом счастья? Это не та психологическая радость, это не тренинг, это не йога. Это не чувствовать себя хорошо. Это гораздо глубже. Мне не важно, как я себя сейчас хорошо чувствую. Я уже говорил, у меня могут быть негативные чувства физические, но это не влияет на мою радость. У меня, может быть, не очень хорошее настроение, потому что непросто иметь хорошее настроение, когда идет давление. Но радость – это глубже, чем настроение. Божий плод Духа, радость – это гораздо глубже, чем эмоции. Вы понимаете? Это постоянная позитивная вера в победу Господа. Я думаю, что нет более глубинного состояния радости Божьей, когда ты веришь в победу. Это невероятная сила, которой мы сегодня с вами должны зарядиться, братья и сестры, – это пребывать в вере в победу Господа. Потому что если это будут чувства, вот я радуюсь или не радуюсь, то оно изменчивое все, оно меняется. Но если мы имеем непоколебимую скалу веры в то, чтобы верить, мы делаем наш дом домом счастья. И я сегодня хочу провозгласить, чтобы мы подумали, пастырия здесь есть много церквей, чтобы мы подумали, как нам можно сделать наши дома, наши церкви домами счастья. Дом счастья. Представляете, дорогие братья и сестры, но я верю, что это в наших руках. Это не то, что вот Бог даст, не даст. Он уже дал, он дунул, сказал, примите Духа Святого. Мир мой даю вам. Он уже дунул и оставил. Вы понимаете? А сегодня как мы это примем, как мы это будем двигать? Я думаю, что прежде всего радость – это плод Духа. Самому исполняться этой божественной позиции, побеждать в вере. Это достигать плода Духа. Это благость, милосердие. Это божественная радость. Мы сказали, что я недавно думал о людях, которые враждуют против нас, против меня лично. Вы знаете, со временем, с этими годами, когда мы начали проходить этот первый опыт, лично я переживал его первый раз, но в такой степени, в агрессивной, когда люди предают, когда они тебя поносят, когда несправедливо. А сейчас я молюсь так. Господь, я меняю. Раньше я молился, Господь, поменяй мой гнев на прощение. А теперь я понимаю, что это неправильная молитва. Я говорю, Господь, я меняю свой гнев на прощение. И у меня иногда идет, понимаете, я высвобождаю иногда, думаю, да, я снова зашел. Но потом я снова молюсь и говорю, Господь, я меняю чувство мести на сострадание. Мне жалко этих людей, потому что это жалкие люди, они живут чужой жизнью. Они хотят зла другим людям. То есть представьте, как они спят тяжело. Представьте, что их может радовать. То есть чужое несчастье. То есть представьте, насколько низменно жизнь человека, даже вот ментальность его. То есть на самом деле это, ну как бы, оно вызывает сострадание больше, если ты здравый человек. А если ты заряженный, больной, раненый, подстреленный, ты будешь все время желать мести. И у тебя тоже будут низменные желания. Поэтому я меняю. Я сейчас не прошу Господа, чтобы он дал мне прощение. Я понимаю, что он дал уже мне приказ прощать. Вот. И на самом деле, ну сегодня в моем сердце я не чувствую вот этого, ну какой-то жало, которое осталось у меня торчать. Я сегодня хочу освободиться. И просто, ну, мне так приятно, когда там просто дует ветер и не за что зацепиться. Я, ну, чувствую эту свободу. Я радуюсь этому. Вот. Поэтому нам очень важно достигать воинственной радости в Господе. Вот Иисус дунул, да, и сказал, примите мой мир. Примите Дух Святой. Значит, что он дунул? Он дунул то, что внутри было. И чем мы дуем тоже? Вы понимаете, мы дуем наши слова. Мы дуем наши эмоции. Мы дуем наши идеи. Мы дуем себя. Мы дуем свой внутренний мир. Ты фу. Вот чем ты дуешь? И это очень важно, чтобы мы выдували шалом. Чтобы мы выдували победу. Чтобы мы выдували веру. Вы понимаете? Это очень важно. И таким образом мы наполняем наш дом, делаем его домом счастья. Представляете себе? Мы с вами, давайте мы создадим с вами дома счастья. Мы с вами за год пересекли такую черту, которую раньше за век не пересекали. В отношении общественных перемен. Перемен сознания. Сегодня весь мир в масках. Вы понимаете? Люди закрывают свои лица. Они закрывают рты. И мы видим это на улице. То есть в некоторых местах даже невозможно на улицу выйти без маски. Мы не можем поехать за границу. То есть перекрыты границы. Это невозможно было представить себе даже. И за какие-то еще год не прошел, с декабря по, ну там в декабре, когда было, это значит ковид обнаружен, мы сейчас только в октябре еще год не прошел, такие большие перемены. Представляете, что нам делать? Быть счастливыми. Ходить в божественном счастье. Счастье, ну это по-русски звучит счастье, ну в библейске это как блаженство. Но он же говорит, что заповеди, даже называется заповеди блаженства, блаженны нищие духом. То есть счастливые нищие духом, да, счастливы плачущие, да, счастливы вы, если вас будут гнать за меня. Неправедное засловие, то есть вы счастливы. Мы, может быть, не чувствуем этого счастья, но по статусу Бог называет нас счастливыми. Так что тогда, какая глупость, когда человеку, он его одарили чем-то великим, да, там, ну он сказочно богат, а он несчастный, потому что он не чувствует этого. Он должен принять факт, что он счастливый и начинать оттуда отталкиваться в своей жизни. И Господь говорит, вы блажены, когда вас гонят, вы блажены, когда вы плачете, вы блажены, когда вы нищие духом. То есть нужно принять это, а чувства должны послушаться. Поэтому давайте создадим наши дома, наши церкви и сделаем их домами счастья. Очень важно тоже научиться достигать воинственной радости в Господе. Вы знаете, когда ее нету, ты ее берешь. Вот есть такой стих Писания, который говорит такие слова, что радость Господи подкрепление для вас, радость Господня подкрепление для вас. Вот, и нам нужно научиться воинственно радоваться. Какая у тебя футболка! Вы понимаете, мы должны быть специалистами, как выцарапать радость из ниоткуда. И я понимаю, что радоваться надо научиться прежде всего в Господе, потому что радуйтесь о Господе, о самом. Какой он прекрасный, какой он потрясающий Бог. Недавно я пережил глубоко такую ночь одну молитву, где я просто понимал, что земля не дает славы Господу. И я взывал просто и тоже просил прощения, что земля не дает славы Господу, что церковь мало славит. Вы понимаете, можешь ли ты сказать, что ты человек, который достаточно славишь? Я не говорю петь песни на собрании. Я говорю не о благодарности за какое-то благословение. Я говорю о словословии, о том, что ты славишь. Славишь. Потому что ты призванный из язычников, чтобы славить. И сегодня эта слава, словословие, оно дает нам достигать воинственной радости в Господе. Поэтому давайте научимся выхватывать эту радость на ровном месте. Давайте научимся набирать ее, забивать наши безокрома, чтобы мы просто были оснащенные ей. Ну, конечно, нести тоже самому, этому надо учиться. И вокруг себя нужно создавать культуру радости. И, конечно, это не психология. Брат, давай улыбнись там, брат. Сестра, давай не унывай, давай улыбайся. Кто не улыбается, тот как бы плохой человек. Я знаю такие штуки, которые в 90-е годы харизматы начинали очень жестко в этих вещах двигаться. И это стыдно. Радость не отсюда берется. Она берется из состояния веры. Вера здравая, чистая, живая, она здоровая. И здоровая вера всегда дает победу. Иногда ты сидишь, тебе скучно, и приходит атака. Они говорят, вот там это самое. Прекращай ты, перестань. А ну-ка давай прекращай. И ты начинаешь, наконец-то думаешь, о, сейчас радостно стало. Он приходит тебе, приносит информацию о чем-то очень страшно плохом. А у тебя такое, да ну брось ты. Перестань. Иисус больше. И вот это и есть, это Божья радость. Когда ты просто понимаешь, что колесо Херувима раскручено так, что оно продавит любые проблемы. Понимаете, оно несется. И написано, помните, какие были, там есть такая характеристика колес Херувима. Это то, что у них были абодия весьма высоки и страшны. Абодия были весьма высоки и страшны. Вот эти вот абодия, посмотри на абодия колес Херувима, в которых дух животных. И их невозможно остановить. Они пробьют, они продавят, они раздавят все. И я хочу быть раскрученным в этих колесах Херувима. Поэтому перестань, прекращай. Мы пройдем через это. Мы победим. Мы все равно через это пройдем. Братья, сестры, все, кто проходит самые тяжелые вещи, мы пройдем через это. Мы проломимся, прорвемся. Поэтому слава нашему Господу. Посмотрите на, значит, на ту же первую церковь, Антиохийскую. Вот давайте мы почувствуем природу. Можно ли назвать эту церковь Домом Счастья? Давайте посмотрим на языческую церковь из Антиохии. Были же некоторые из них киприяне, киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили или на благовество Господа Христа, Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число веров обратилось к Господу. Дошел слух о семте церкви Иерусалимской. И поручили в Арнавите в Антиохию, он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался, убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполнил Духа Святого и веры, и приложил издовольный народа Господа. Значит, он пришел и увидел благодать Божию, возрадовался. Вот что было в этой антиохийской церкви? Вот он попадает в Антиохию. Представьте себе, церковь молодая, свежая, еще не очищенная. Очень много неустановленных традиций. Где-то как бы перебивают, свято не ведут себя, неправильно сидят, неправильно не знают, как говорить аминь, когда. Когда начинать словословие, подпевать припев. Ничего не умеют. Просто вот эта вот антиохийская церковь. И он пришел, он сам был левит, и он увидел благодать Божью и возрадовался. Что вызвало великую радость в сердце Варнавы? Что такое там, он увидел такое необычное, да? Что он возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. То есть, другими словами, он говорил, ребята, продолжайте и не меняйтесь. То есть, это все, что он говорил, что в этом же духе продолжайте. Продолжайте в том же духе. Вот, я думаю, что он увидел эту Божью радость и увидел это счастье. Вот нам нужно сегодня, дорогие братья и сестры, вернуться. Мы иногда бываем настолько профессионалами уже, настолько мы такие уже опытные библейские ученики, ученые, что мы перестаем радоваться о самом Господе. Мы перестаем о Нем самим. Вот если все забрать, оставить только Его самого, многие из нас как будто бы обнищают. А ведь можно все потерять, а остаться с Ним, и этого достаточно. Вот можем ли мы радоваться о самом Господу, когда о самом и Нем, и больше ни о чем. Вот остаться только с Ним и им наслаждаться. Я хочу. Я хочу быть этим нищим, я хочу быть этим голым, нагим Адамом, который просто ходит перед Господом и наслаждается Господом. Я хочу к этому прийти, я хочу в этом вернуться, я хочу в этом находиться, я хочу в этом двигаться, радоваться о Господе. Я чувствую, что иногда в профессионализме ты заходишь куда-то, что тебя давит, ты обложен какими-то заботами, ты просто продавлен какими-то священническими обязанностями. Так столько много всего, которое меняет тебя, похищает твою радость, твою негу, как маленького ребеночка. Ты уже не можешь быть... Когда вот начинается, кто-то меня спросил, когда твоя любимая становится женщиной? Ну то есть вы понимаете, она была другом, бегали как девчонки, как друзья, а потом вдруг она превращается в сварливую... Где это произошло? В какой вторник? В какую пятницу 13-го? Где это случилось, что она превратилась в того, которого считают, что ты добытчик? Когда это произошло? И так же бывает, когда друзья перестают быть друзьями. Где бывает так, что мы теряем влюбленность, первой любви с Иисусом Христом и становимся профессионалами церковного строительства? Вместо того, чтобы ходить в неге и поклоняться Господу, быть обиженными и униженными, плакать наедине этого достаточно, потому что ты чувствуешь присутствие Духа Святого, тебе больше ничего не надо, потому что ты чувствуешь, что Дух Святой тебя утешает. Где это теряется? На каком перекрестке? И нам нужно научиться сегодня, наслаждаться самим Господом. Я думаю, из этого исходит Дом Счастья. Если мы ходим такие люди, вот такие странные святые, просто сумасшедшие по Богу, в этом и есть счастье. Неужели мы потеряем эту простоту, дорогие братья и сестры? Давайте не будем терять ее, давайте мы вернемся к ней. Я думаю, что чему мы радуемся как верующие? Конечно, о спасении и прощении грехов. Я спрошу тебя, ты вообще радуешься о спасении? Ты скажешь, а я и не знаю, спасен ли я. Некоторые, да, я скажу вам честно, что некоторые пастыря даже, они не уверены, что они спасены. Вот сейчас, если сказать честно, ты вообще спасен, он говорит, я скажу, я надеюсь. А давай вот честно, как ты тогда служишь? Я служу, чтобы выслужиться, что все-таки Господь меня простит и примет. Вы представляете, какое ужасное рабство? А где кровь? А где тогда откровение? А что за... Как ты можешь людям дать жизнь, если ты сам не веришь в свое спасение? Если ты не спасенный? Если ты в своем уме не спасенный, как это может произойти тогда? Ты умираешь, и вдруг Господь тебя милует, тебе на удивление. И все-таки дает спасение. А тогда я скажу, а что ты, какой дух тогда ты даешь народу? Если ты не несешь спасение. Если ты сам не веришь в свое спасение. И как вы можете служить Господу? Как радость-то приходит от спасения? Если ты не веришь в спасение, то как ты можешь радоваться? Ты можешь только надеяться на радость. Это ужасно. Я хочу призвать всех нас, как Весли, он говорил, что если ты... Сначала в свой первый период он говорил очень сильно о свидетельстве Духа. Что Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Он устанавливал это. Он утверждал, что человек верующий спасен только тогда, когда у него есть свидетельство спасения. Потом, позже, во второй период своей жизни, уже под конец, он поменял немножко теологию. Он говорил, что человек, который не верит, что он спасен, но он спасен, это он живет верой раба. Но человек, который живет в состоянии уверенности спасения, у него вера Сына. И сегодня мы должны, конечно, верить. Но я не знаю, что мы должны. Я не скажу вам, что мы должны. Снова чувство долга не приведет тебя к знаменателю. Я думаю, что мы призваны иметь. Мы можем иметь эту уверенность спасения. И я хочу вас призвать, поработайте с этим, вникните в себя. Вы уверены в спасении? Уверены ли вы в своем спасении? Это очень серьезно. И я думаю, что если нет, поэтому нет и радости. И радость приходит не от того, что я сделал, угодил Богу или нет. Она исходит от уверенности в спасении. А уверенность в спасении приходит от прощения грехов. А прощение грехов приходит от того, что ты веришь в Голгофскую жертву Христа. И Дух Святой свидетельствует тебе, что Бог тебя простил, что Он омыл твои грехи. Вы понимаете? Это есть Евангелие. И не психология. Не философия дел. А уверенность в том, что Иисус тебя принял. И ты ходишь с Ним, что Он тебя омыл кровью святой. Каждый твой грех. И ты ходишь с Ним в радости, что ты спасен. Вы понимаете? Это основание нашей радости. Если здесь у нас будет разлом, то все бесполезно. Все остальное только психологические трюки. И они, конечно, будут неприемлемы в гонениях. И в каких-то травматических условиях все равно настроение меняется, все меняется. Ты не устоишь. Можно устоять только в глубокой уверенности, что ты принят им и ты стоишь. Разберитесь с этой верой. Разберитесь с этой верой. Потому что ты верил ли ты? Это очень важно. Чему мы радуемся, как верующие? В надежде вечной жизни. В небесное царство. Действительно ли влечет меня небеса? Действительно ли я думаю о том, что я буду в небесном царстве вместе со Христом и святыми? Действительно ли я буду вместе с Авраамом, Исааком, Иаковым, с другими святыми, с Павлом, с апостолами? Что для меня значит небеса? Слушайте. Для тебя что значит рай? Значит ли он что-то для тебя? Вот мы сидим здесь в церкви сегодня, дорогие братья и сестры. Что для тебя значит небеса? Влекут они тебя? Ты вообще веришь в небеса? Веришь ли ты, что на небесах ты будешь вечно? Или вообще об этом не думал даже? Вы понимаете, это очень серьезно. И я думаю, что вот эта примитивная радость поверхностная, потому что она непроработанная, она неактивированная, она неглубокая, она незрелая. Вы понимаете, ребенок радуется, что он у папы и у мамы попил молочка от тепленького. Но он не понимает, что он в царском доме находится. Он не понимает всей красоты, всей мощи радости. Вы понимаете? И мы должны радоваться от Царства Небесного. Вы понимаете? Подумайте над этим, что для вас значит небесное царство. Подумайте над этим. Мы радуемся также о спасении наших ближних и дальних. Мы радуемся, мы сорадуемся о спасении некоторых людей. Даже все небеса, все ангелы ликуют, когда кто-то кается. И некоторые из нас, ну я вижу иногда, что кто-то кается, принимает Христа, и радость такая жидкая-жидкая. Такая, как будто бы ты на Мазаре, ну какой-то тебе бонус дали, лишнюю чашку кофе. Бесплатно. Такая жидкая радость. Кто-то принимает Христа, или кто-то крестится Духом Святым. Вы знаете, я был в церкви, вот когда покаялся, и я был еще молодым человеком. И вы знаете, когда Господь кого-то Духом крестил одного человека, вы знаете, сколько радости было? Там такая стояла, гул стоял, ликовали все, молились все. Это был вселенский праздник. Если кто-то один крестился Духом Святым в церкви. Вы понимаете, сегодня я уже не вижу этого давным-давно, когда нету той великой радости. Радость разная бывает. Есть жидкая, есть дряблая, а есть великая. И помните, написано, и пришла на них великая радость. Я сегодня хочу, чтобы мы тоже могли радоваться о ближнем своем. Это называется сорадоваться радости ближнего своего. Сорадоваться. Но я не буду сейчас о зависти проповедовать. Я не буду сейчас говорить о Духе Каина. Я буду говорить о сорадовании. Чтобы научились радоваться радостью ближнего. И так же, конечно, в радости Духа, как благоволение за послушание, когда Дух Святой нас наполняет. Когда Дух Святой меня наполняет, я танцую, как царь Давид. Давайте будем наполняться Духом. Давайте будем научаться наполняться, исполняться Духа Божия, как безумные, танцевать, ликовать перед Ним. Потому что вот эти собрания тоже квартирные, наши посиделки тоже, ну, у нас атрофируются эти. Ноги. Давайте будем тоже ликовать в безумии наше. Я не хочу видеть церковь уставшую. Я не хочу видеть церковь умную. Я не хочу видеть ее глубокую или перестрадающую. Она перестрадала, лишка. Я хочу видеть дом счастья. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, давайте мы вернемся к этой простоте и создадим сами. Вы знаете, давайте создадим эту культуру радости нашей церкви. культуру счастья. Давайте создадим наши церкви счастливыми. Вы слышите? Посмотрите на свою общину. А теперь вот с этим вот зарядитесь. Может быть, ваша община не видела. А теперь придите в воскресенье в церковь и посмотрите. А завтра пятница будет. Придите. Это дом счастья или нет? Помолимся. И начинается. Вы знаете, ух. Вот. Поэтому вот с этой яростью. Я сегодня благословляю вас яростью Господа. Я сегодня благословляю вас, чтобы вы приняли ярость Господа. Сражайтесь за церковь. Сражайтесь за счастье. Сражайтесь, чтобы ваши места были полные счастья Божие. Вы слышите? Сражайтесь за это, дорогие. Потому что просто так оно не свалится с неба. Оно нужно держать этот огонь. Вы понимаете? Держите этот огонь. Восхищайтесь Господу. Начните радоваться о Нем самом. Давайте мы придем в это безумие. Разденемся. Оголим себя в Духе Святом. И будем танцевать, как царь Давид. Перед ковчегом скакать и безумствовать. Теперь мы искаж centres быть на земле. Перед ковчегом слабого мальчиках. View rahцом скакать были.